В городской администрации на конкурсной комиссии по определению победителей на право получения субсидий провели собеседование с претендентами на получение государственной помощи. Среди соискателей трое молодых сосновоборцев, планирующих стать индивидуальными предпринимателями. Какие бизнес-идеи представили молодые люди на рассмотрение, узнаем из нашего материала. Антон Юрков уже несколько лет занимается столярным производством. Профессия выбрана по душе, поэтому и дело спорится, и клиентская база растет. В основном у молодого мастера заказывают мебель, элементы декора, детские игрушки. Пришло время расширяться и всерьез вести предпринимательскую деятельность. На данный момент я загружен заказами примерно на два месяца вперед. То есть уже очень-очень нужно открывать большую мастерскую, привлекать рабочих, которые тоже бы помогали мне все мои изделия делать. То есть я готов обучить уже и выйти уже в высшую лигу, так сказать, этих мастерских. Создание кроличьей фермы – идея, которую представил членом комиссии Максим Потапкин. Для ее реализации потребуется не меньше миллиона, но молодой человек решил рискнуть. Уверен, что диетическое мясо будет пользоваться большим спросом у спортсменов. С основным бору именно с точки зрения фермы такого нет. То есть, скажем, отсутствие сильной конкуренции на здешнем рынке. По области такие проекты есть, они живые, они работающие. То есть обмен опытом был по этому вопросу, ряд вопросов проработано. Способность к ведению предпринимательства – главный критерий, по которому претенденты должны были набрать на собеседовании не меньше 50 баллов. Также члены комиссии внимательно изучали представленные бизнес-планы. Больше балл получили молодые люди, которые решили заняться творчеством и производством. Обязательные условия для получения субсидий – наличие собственных средств, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и создание дополнительных рабочих мест. По итогам собеседований достойные претенденты получат государственную поддержку в размере 500 тысяч рублей на создание собственного бизнеса. Если дело не пойдет, полученную субсидию необходимо будет вернуть в государственную казну.